МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Расширение сотрудничества товарооборот между республикой Коми и Чувашией должен быть больше. И асфальт цел, и трубы обновлены. В Чебоксарах опробовали новый способ ремонта канализационных сетей. Вкусно и красиво. Кондитеры Чувашии подтвердили звание лучших в Германии. Научно-исследовательский финансовый институт подвел итоги рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 9 месяцев 2016 года. Чувашская республика занимает третье место среди регионов ПФО и 16-е среди 85 субъектов Федерации, поднявшись с 20-го места на 16-е. Чувашия переместилась из группы регионов со средним уровнем открытости бюджетных данных в группу регионов с высоким уровнем. Офисная бумага-снегурочка, линолеум, древесина, нетканные материалы с одной стороны, электротехника, кондитерские изделия, химвещества с другой. Товарооборот между республикой Коми и Чувашии может быть и должен быть больше. Активнее должны развиваться культурные и межэтнические связи. Как объединить усилия и выйти на новый уровень сотрудничества во всех сферах, обсуждали во время визита главы республики Михаила Игнатьева в Сыктывкар. Сыктывкарский Коми-Текс – крупнейший в России производитель нетканных материалов и синтетического волокна. Его продукция используется для отделки салонов автомобилей в качестве основы для искусственной кожи и укровного материала для сельского хозяйства для изготовления фильтров для дорожного строительства. Интересно, что предприятие работает в основном на вторсырье. Легкое пушистое волокно, похожее на хлопковое, получают из пластиковых бутылок. Бытовые отходы везут на Коми-Текс не только со всей республики Коми, но и с других регионов. Вполне возможно, что предприниматели с Чувашией сочтут это направление перспективным, отметил Михаил Игнатьев. По продукции совместного российско-австрийского предприятия Сыктывкарского лесоперерабатывающего комбината уже хорошо знакомы всем жителям Чувашии, как и остальным регионам России. Офисная бумага «Снегурочка» широко используется и чиновниками, и руководителями предприятий, и бизнесменами, и школьниками, и даже детсадовцами. Впрочем, это далеко не единственное наименование в номенклатуре продукции акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК». Предприятие осуществляет полный цикл от леса заготовки до глубокой переработки древесины. Культура производства высочайшая, плюс производительность труда, плюс отношение работодателя с работниками. Наш рынок огромное количество бумаги потребляет. Конечно, мы на эффективной, взаимовыгодной основе будем сотрудничать. Республика Коми – один из северных регионов России. Ее площадь в несколько раз больше площади Чувашии, а население едва ли не в половину меньше. Часть территории относится к районам Крайнего Севера. Республика Коми – это регион мощного природоресурсного потенциала. Большинство полезных ископаемых присутствуют на территории Республики Коми. Но основу потенциала составляют прежде всего месторождение Печорского угольного бощейна. В ответной презентации министр экономического развития промышленности торговли Чувашии Владимир Аврелькин рассказал о перспективных направлениях расширения сотрудничества с Республикой Коми. В частности, за счет увеличения поставок продукции электротехнической и машиностроительной отрасли. Однако это далеко не единственная точка пересечения взаимовыгодных интересов. Соглашение между правительствами Чувашии и Республики Коми, которое подписали Михаил Игнатьев и Сергей Гапликов, призвано придать новый импульс сотрудничеству, помочь предпринимателям обоих регионов активнее использовать имеющиеся возможности и открывать новые. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что наши регионы похожи в своем стремлении развиваться за счет инноваций. То, что сегодня есть в Республике Чувашия, это, конечно, высококвалифицированные специалисты, есть определенные сектора экономики, которых в силу разных обстоятельств не сложилось здесь, в Республике. Но то, что мы можем сегодня брать с точки зрения и электроэнергетики, и вопросов развития релейного оборудования и других направлений, конечно, очень важны для обустройства наших месторождений, для обустройства наших предприятий, для транспортной и для газовой системы. И, конечно, в этом плане, безусловно, мы, как уже сказал Михаил Васильевич, хотим делать упор исключительно на возможности соседних регионов, чем искать эти возможности за рубежом. Как правило, было отмечено, что есть такая политика, и эта политика действительно сегодня озвучена президентом. Мы занимаемся вопросами именно импортозамещения, мы занимаемся вопросами поиска новых возможностей, сочетания всех тех возможностей, которые есть в Республике Чуваш, в Республике Коми. Мы ценили всегда наши отношения и будем выходить на другой уровень взаимовыгодного сотрудничества и в реальном секторе экономики, и в социальной сфере, это в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и по тем государственным программам, которые есть на уровне Российской Федерации и в регионах Российской Федерации. У вас очень много интересного в Республике Коми, мы будем перенимать. Ситуацию на алкогольном рынке и нелегальный оборот алкогольной продукции обсудили сегодня на координационном совещании по правопорядку под председательством главы Республики. Нарушений все еще немало, и все они напрямую влияют на здоровье людей трудоспособного возраста. С подробностями Родион Архипов. Люди продолжают пить, порой не задумываясь о последствиях от употребления спиртосодержащей продукции. За этот год умерло 182 человека. Проблема начинается в семье, и не только проблема, даже беда начинается в семье. Вызывает опасения рост числа несовершеннолетних, имеющих проблемы с потреблением алкоголя. За 9 месяцев текущего года их зарегистрировано 352 человека. Это практически рост на 38%. Ведется профилактическая работа, о вреде алкоголя рассказывают в школах, техникумах и вузах. Контролирующие органы проводят проверки, выявляют нарушения. В рейды отправляются представители Роспотребнадзора, МВД, представители органов государственной власти. Предупреждение, административные штрафы, приостановление или лишение лицензии мер воздействия законам предусмотрено немало. Привлечены к ответственности ряд организаций. Это компания Шанчак, Сугутка, Восход, Галерея, Мариэль, Хит. По итогам 9 месяцев проведена 541 внеплановая проверка организации, реализующей алкогольную продукцию. 16 организациям отказано в выдаче лицензии на реализацию. Одной из наиболее острых проблем региона остается продажа парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих средств с содержанием этилового спирта, так называемых фанфуриков. На них пока не распространяется действие федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обеспокоен глава Чувашия. Грех на душу нельзя брать. Можно продавать другую продукцию, по сути дела. Вот по данным медиков, специалистов, экспертов, они говорят так. Вот эти жидкости губят здоровье любого человека, даже здорового человека. За три года употребляющего человека печени нет. Это уже угрозы летального исхода. На сознание, конечно, воздействовать можно, но органы власти должны ставить перед собой и другую задачу – поддержать на всех уровнях те виды бизнеса, которые приносят пользу обществу. Занимаясь реальным сектором экономики, занимаясь введением, допустим, предпринимательства в малом бизнесе, среднем бизнесе, можно зарабатывать. Мы тоже государственные финансовые средства выделяем. Здесь отрасль сельское хозяйство, тоже приоритетная отрасль. И здесь намного лучше на сегодняшний день чувствуют предприниматели. Что касается продажи так называемых фанфуриков, то Минек Чувашия направил обращение в адрес председателя правительства России о возможности внесения изменений в законодательство на отпуск аптекам, спиртосодержащих настоек только по рецепту врача. Необходимо отнести настойки к подакцизным товарам, исключить их из перечня парфюмерно-косметической продукции. Родион Архипов, Сергей Зверев, Республика. Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашии проведен завершающий этап командно-штабного учения. Согласно легенде учения, террористы совершили нападение на один из объектов органов государственной власти и захватили работников в качестве заложников. Они выдвинули руководство страны, неприемлемые для выполнения требования политического характера, а также угрожали совершить подрывы самодельных взрывных устройств на территории города Чебоксары в случае их невыполнения. Для пресечения теракта руководителям оперативного штаба, начальникам УФСБ России по Чувашской республике Сергеем Сафроновым, принято условное решение о проведении контртеррористической операции и введении в столице республики особого правового режима. Штабом выработаны меры и спланированы действия привлекаемых сил и средств по обеспечению безопасности населения и предотвращению угроз взрывов на территории города Чебоксары. В ходе учения также проведена проверка состояния антитеррористической защищенности одного из объектов органов государственной власти республики. Отработаны практические навыки работников при угрозе совершения теракта и экстренной эвакуации в случае обнаружения подозрительного предмета. Действия подразделений в команда штабном учении получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Считаю, что цели учения достигнуты. Как руководители учения в целом положительно оценивают результаты учебной контртеррористической операции? Вопрос-ответ. Прямые линии, которые периодически проводят органы власти, имеют синергетический эффект. Какие-то проблемы решаются быстро, на другие уходят немало времени. Но обратная связь работает. В этом уверены обе стороны. Сегодня на все вопросы горожан отвечал глава Ленинского района. За полтора часа работы прямой линии их набралось немало. Начинают установки специальных площадок для мусорных контейнеров, заканчивая взносами закапремонт. Жительница дома номер 31А по улице Хивежской поинтересовалась, когда проведут уличное освещение. Мы последние пять лет активно строим внутри дворовое уличное освещение на дворовых территориях, где по проекту при строительстве дома оно не было заложено. Значит, мы возьмем на контроль ваш дом, ваш адрес и включим ближайшие годы. А на адрес одной горожанки регулярно приходят штрафы на имя человека, который даже там не прописан. И она не знает, куда обращаться. Вы зайдите, пожалуйста, с этим постановлением. Мы через ГИБДД, мы обязательно этот адрес уточним, по какой причине, почему к вам приходят. И разберемся. В этом доме на улице Тукташа недавно открылась кальянная и вызвала массу недовольства со стороны жителей. Дело в том, что они работают закрытым клубом круглосуточно всю ночь. И у нас сейчас в подъезде такая вонь, если не открывать окна. Я живу на втором этаже, и там никакой звукоизоляции нету. Всю ночь вот это они там настольные игры играют, разговоры слышных. Собственники жилья не раз обращались во всевозможные инстанции, и проверки уже проводились. Вывеска на английском языке, дверь с домофоном. Понять, что находится за дверью, непосвященному человеку, сложно. Управляющая компания предоставила технический план установки вентиляционной системы. Она не подсоединена к дому, она смонтирована отдельно, работает в самостоятельном режиме. Затем проверили вытяжку на улицу. Вытяжка идет в соответствии с правилами, то есть на один метр выше крыши. Никаких замечаний. Сейчас происходит смена собственника. Они закрыты. Неудобств для жителей, они не должны приносить. Инстанция, для данной жительницы этого дома, суд решит и расставит все точки. Но все заключения были в пользу этого кафе. На решение этой проблемы явно идет немало времени. На прямой линии горожане задали более 20 вопросов. Сейчас каждый из них прорабатывают специалисты администрации Ленинского района. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Российская примета. Если положили новый асфальт, значит скоро в этом месте будут менять трубы. Впрочем, сейчас есть технологии, которые позволяют ремонтировать подземные коммуникации без раскопок. Сегодня с помощью нее в Чебоксарах ремонтировали участок канализационного коллектора. Ольга Пырочкина подробнее. Проспект трактора строителей. Вдоль проезжей части под газоном на глубине 8 метров проходит канализационный коллектор. По нему стоки, собранные почти со всего города, текут на очистные сооружения в Новочебоксарск. Коллектор нуждается в ремонте, но обычным способом сделать это проблематично. Во-первых, для работы тяжелой техники и котлова на мало места. Во-вторых, рядом другие коммуникации – газ, тепловые сети. В-третьих, в отличие от водопровода, перекрыть канализационную трубу надолго невозможно. Для таких случаев или если, например, трубы под свежим асфальтовым покрытием, есть новый способ. Мы долго шли к этой технологии. Это технология спирали навивной трубы. То есть лента, которая подается в колодец, формируется прямо в колодце в виде трубы меньшего диаметра и подается в трубу существующую, ну, вероятнее всего, ремонтируемую от колодца до колодца на определенном участке. Потом в результате того, что замок разъединяется, труба принимает диаметр существующей трубы. Ремонт этого участка – своего рода показательное выступление в рамках семинара представителей водоканалов России и стран СНГ в Чебоксарах. Технологию продемонстрировала компания из Екатеринбурга. До конца года этим методом в столице Чувашии планируют отремонтировать еще один участок на Московском проспекте. Если способ себя зарекомендует, возможно, чебоксары приобретут оборудование. Мы не раскапываем ничего, видите, и неземляные работы не производим. Мы производим от колодца до колодца. Технология, конечно, она дорогая, но она нужна именно в таких узких местах, где нет возможности построить новую трубу или восстановить другим способом. Если сравнивать с укладкой новой трубы, будем создавать проблемы. Нужно будет перекачивать как-то это стоки. Здесь очень стесненные условия прокладки новой трубы. По цене это 30% дает экономии. В новой трубе, которая образуется внутри старой, не страшны агрессивная среда канализационных стоков и высокая температура. Гарантия при данном способе ремонта – 50 лет. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика. Хорошее образование в сфере IT – проблема серьезная. Специалисты неохотно идут преподавать вузы, а университеты не готовы менять учебную программу. Решить проблему можно с помощью базовых кафедр, создаваемых успешных компаниях. Идея базовых кафедр не нова. Студенты приходят на какое-то конкретное предприятие, посещают лекции, семинары, проходят стажировку и в перспективе имеют возможность получить работу в компании. Такая практика существует и в Чувашском госуниверситете. В списке партнеров вуза прочно закрепилась компания Key Systems. Это выгода для всех участников соглашения. Университет получает возможность сделать учебную программу более актуальной. Компания имеет на выходе готового специалиста. Студент знает все особенности работы в той или иной сфере. Если есть желание – рабочее место. Эта подготовка, вот сегодня это стало возможным благодаря открытию базовой кафедры, уже практикоориентированного специалиста, который в ходе обучения, собственно говоря, готов быстро включиться в производственный процесс по окончании вуза. С открытием кафедры ребята, которые поступят на факультет ИВТ, будут часть учебного дня проводить в офисе компании-партнера. Это позволит детально понять внутренние технологические процессы и обрести практические навыки. Ну так получилось после 11 класса, когда многие абитуриенты не знали, скажем так, куда идти. Я решила все-таки пойти в IT-сферу. А там уже как бы на самом факультете нам очень хорошо описывали эту компанию. Мы ходили на экскурсию, также и сейчас ходят студенты на эту экскурсию в компании «Кейсистемс». И очень понравилось, решила, что я должна сюда попасть. Сейчас в университете есть уже более десятка базовых кафедр на разных предприятиях города. Их выпускники часто остаются работать в компаниях и впоследствии сами занимаются обучением новых сотрудников. Родион Архипов, Евгения Фандеркина, Игорь Зверев, Республика. Кондитеры «Чуваши» завоевали награды высшей пробы на прошедшей в Германии Всемирной кулинарной олимпиаде. Соревнования проводятся четвертый год подряд и собирают лучших мастеров своего дела. Честь сборной России защищала команда поваров из Новосибирска и 14 участников из разных городов. В состав команды вошли и представители «Чуваши», профессиональные кондитеры, а также студенты и преподаватели одного из чебоксарских техникумов. Своё мастерство участники показывали в нескольких направлениях. Поварское и кондитерское искусство, карвинг, художественная резка по овощам и фруктам, арт-класс. В категории художественных изделий из пищевых продуктов не было равных студентки Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Татьяне Максимовой и её педагогу Елене Родиной. Они пополнили копилку сборной команды тремя золотыми медалями. В Чувашии посчитали бобров. В заповеднике Пресурский провели ежегодный предзимний учёт учительности этих животных. Продираться через заросли и кусты, мокнуть под постоянным дождём, преодолевать заболоченные территории, проходить километры по пересечённой местности. Именно так работают заповедные волонтёры. Каждый день вместе с инспекторами они отправлялись на маршруты по речкам и озёрам и вели учётную работу. Этот важный этап научных исследований проводится ежегодно. Работа непростая, чтобы обнаружить следы присутствия животных. Их жилища, запасы корма на зиму, поваленные деревья нужно досконально обследовать берега всех водоёмов. Именно поэтому сотрудникам не обойтись без помощи волонтёров. По предварительным подсчётам на Алатарском участке заповедника Пресурский численность бобров увеличилась. Их стало больше на реках и озёрах. Число поселения возросло с 50 до 59. Как отмечают специалисты, это связано с увеличением водности пойменных озёр. Бобры уверенно освоили соседние площади. 4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Много мероприятий пройдёт в столице республики. Поэтому на некоторое время часть дорог будет перекрыта. 4 ноября совпадает с православным праздником Казанской иконы Божьей Матери. По традиции в столице Чувашии состоится крёстный ход. Ожидается, что в нём примут участие около 500 человек. Обеспечивать правопорядок будут полицейские и сотрудники ЕБДД. Движение транспортных средств будет ограничено с 10 часов до 12.30 по улице Константина Иванова от СИЗО до Дамбы залива. По дамбе Чебоксарского залива – это дорога к храму. По улице Ярославской – это от Дамбы залива до улицы Композиторов Воробьёвых. Дальше по улице Композиторов Воробьёвых – улицы Карла Маркса и по площади республики. Особенность нынешнего дня народного единства – воздушный крестный ход. Вертолёт с чудотворной Ключевской иконой Казанской Божьей Матери и Большой Хоругвью совершит полёт над Чувашской митрополией. Это ещё и митинги, посвящённые этой дате. Самый многочисленный пройдёт на Красной площади. Организаторы ожидают, что участие в празднике примут до 5000 человек. Кроме того, 4 ноября с 7 утра и до 16 часов ограничат стоянку транспортных средств в районе Красной площади. И на участках Президентского бульвара и улицы Ленинградской. Это между улицей Композиторов Воробьёвых и Красной площадью. Автомобилистам стоит отметить новую точку на карте Чебоксар. В компании «Промнефть» произошло очередное пополнение. На одной из оживлённых улиц города открыла свои двери шестая по счёту современная автозаправочная станция «Автопорт». Об этом далее. А я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Для людей и машин. Так звучит слоган компании бренда «Автопорт». Попадая на территорию АЗС, водители экономят не только свои деньги, но и время. Здесь можно решить несколько задач одновременно. Заправиться, помыть авто, подкрепиться самому и купить что-то нужное в дорогу. По мнению администрации компании, любое путешествие должно начинаться с АЗС «Автопорт». Для человека и его автомобиля здесь есть всё необходимое. Мы стремимся к европейскому уровню. Наши клиенты это уже действительно замечают. У нас ежемесячно делаются акции. Действительно, у нас цены ниже по городу, чем у ведущих продавцов. И чтобы не только дешево было, но приятно и комфортно. «Автопорт» предлагает водителям множество дополнительных услуг. Подкачку шин, долив воды, терминал для оплаты розничных услуг, высокоскоростной Wi-Fi. В «Портмаркете» клиент найдет все необходимые товары для себя и своего автомобиля. Для взрослых горячее меню и фирменные хот-бутеры. А специально для детей сотрудники компании разработали многофункциональный набор «Портфельчик». У нас есть услуги, которые ничего для клиента не стоят. Они, в принципе, находятся в поле зрения. Любой клиент, который к нам заезжает, может бесплатно зарядить свой телефон. Существует услуга кроссбукинга, когда вы можете приехать, взять книжку, почитать, и, возможно, свою привезти, оставить для другого клиента. АЗС – это прежде всего качественный бензин. «Автопорт» реализует весь спектр потребительских топливных марок класса Евро-5 от ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Помимо стандартных марок бензина, таких как 92-й, 95-й, дизельное топливо, «Автопорт» предлагает брендовый бензин 92+, и 95+, который изготавливается по запатентованной технологии немецкого концерна «БАСФ». Проверки качества топлива проводятся до 10 раз в месяц, а многоуровневая система контроля качества позволяет исключить человеческий фактор. Учет движения нефтепродуктов ведется электронными программами. Недаром «Автопорт» завоевал титул лучшей АЗС России месяца август. По итогам конкурса, проводимого независимой комиссией издательства «Современная АЗС». В честь открытия «Автопорт» дарит своим клиентам дисконтную карту со скидкой 3%. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова